Привет всем, кто нас смотрит. С вами команда Николая Сомсикова, агентство недвижимости Титул. Меня зовут Рубен. В самом начале ролика хочу поприветствовать наших дорогих подписчиков. Их уже более чем 520 тысяч. Наших гостей. Друзья, подгребайте к себе поближе все самое вкусненькое. Чаек, кофеек, напитки, соки, плюшки, вкусняшки и тому подобное. Все это поможет вам скоротать то время, которое мы будем смотреть этот дом. Дом находится в Ставропольском крае, село Труновское. Это районный центр. В описании к этому ролику обязательно будет указана стоимость дома, его площадь, площадь земельного участка, конечно же номер телефона собственника. На тот случай, если вы не сможете дозвониться до собственника, друзья, там же внизу будет указан номер телефона, WhatsApp, Telegram нашего менеджера. Позвоните, спросите все, что вас интересует. Немножечко расскажу вам про село Труновское, чтобы вы имели представление. Население 6 тысяч человек. В поселке есть дом культуры, два детских сада, три школы, вот так вот, детские площадки, магазины, аптека, почта, Сбербанк, пекарня, целых два колхоза, досуговый центр. Отсюда идет автобусное сообщение с городом Изобильный и с городом Ставрополь. Маршрутки ходят, то есть в любой момент вы можете поехать, сделать все необходимые дела и вернуться обратно. До села Донское 12 километров, большой тоже, еще больше, наверное, раза в два, больше поселок, тоже с хорошей инфраструктурой. До Изобильного 40 километров, до Ставрополя 51 километр, до Черного моря 380 километров. Вот небольшая информация о том, где расположен поселок. Дом, который мы с вами будем сегодня смотреть, 75 квадратных метров, на участке 21 сотка. Дом из блоков ракушечник, крыша свежая, шифер, вы видите, он аж блястит, да, какой серебристый, новенький. А в доме у нас получается центральная вода, газа и электроснабжение. По поводу воды, друзья, ничего сказать не могу, перекрыто, даже шеф не мог найти, где это все удовольствие. Быстрее всего, вот люк, который находится здесь, на участке, на придворовой территории. Вот, по поводу света, попробую включить. Получится, включу, если нет, ну, обойдемся тогда той лампой, которая у меня есть на камере. В доме у нас есть кухня 15 квадратных метров, душевая 3 квадратных метра, веранда 14 квадратных метров, гостиная 17 квадратных метров, спальня 14 квадратных метров и еще одна спальня 14,5, ну, будем так, округлим до 14 тоже квадратных метров. Фундамент дома, бетонная лента. Вот, как бы, основная информация. Кстати, я видел в доме телефон, вот, то есть, это, если что, можно интернет по телефонному кабелю. Захотите поскоростнее, вот тут прям напротив меня по столбам проходит оптоволокно. Сможете также подключиться. Ближайший магазин метров 500 отсюда, в эту сторону, до школы приблизительно 2,5 километра. Там же и находится детский садик и много-много магазинов. Я забыл упомянуть, друзья, что на территории участка у нас есть большое количество различных построек. В основном это постройки для того, чтобы содержать животных. Ну, там, стойла различные, там, синик, фуражная комната. Есть погреб, кстати, вот, тоже заметил. Ну, вот, именно для животных там штук 10, наверное, точно есть, если не больше. Вот, гараж есть 28 квадратных метров, кирпичная постройка, высота на въезд 1 метр 65 сантиметров. И есть еще гостевой дом. Там есть свой котел, там есть газовая плита. Единственное, чего там нету, это, ну, вот, санузла, да. Фактически это как второй дом. Но если гости приедут, там, экскорт на моря, да, лето, вот, начинается, то, как бы, разместить там людей будет достаточно комфортно. Еще раз напомню, 13 квадратных метров. Основную информацию по дому я вам рассказал. Пойдемте посмотрим, что у нас внутри. Ну, что, друзья, как всегда, наш обзор мы начинаем с дороги. Дорога у нас асфальтированная, хорошего качества, друзья. 500 метров в этом направлении. Два магазина находятся. Чуть дальше, два, два с половиной километра, находится школа, центр, детский садик, куча магазинов. Ну, на машине, на велосипеде, либо просто пешочком, вот в такой прекрасной, прекрасной обстановке, когда птички поют, прохладненько, приятненько, замечательно. Солнце не палит, как говорится. Можно спокойно дойти, купить все самое необходимое и вернуться. Освещение на столбах есть, интернет, оптоволокно, вот она, линия, пожалуйста, проведена. Это, конечно, здорово. Сразу хочу обратить ваше внимание, друзья, большая придворовая территория. Здесь у нас водяной колодец. Вот, тут быстрее всего и находится кран, который мы искали с шефом вместе тоже. Вот, ну, понятно, что здесь больше двух лет никто не живет. Вот, соответственно, нужно будет, когда приедете, все это открыть и показать, посмотреть, точнее говоря, как, какой напор воды. Даже, даже если, друзья, вдруг он будет не очень такой хороший, можно поставить насос и никаких проблем с этим не будет. Смотрите, друзья, сколько, много места. Вот здесь у нас и большое дерево абрикос, пожалуйста. Вот, здесь сделана такая небольшая канавка, видимо, сделана это в качестве дренажа, для того, чтобы, как бы, дождевая вода уходила. Вот, как-то так. Это вот вдаль идет дорога, ну, практически это, как бы, край села уже. Вот, место для моего мерца нашлось, заезд есть, пожалуйста, и вы можете сразу завести свою машину в гараж. Гараж кирпичный, 28 квадратных метров. Есть смотровая яма, чуть попозже мы это все посмотрим. На вашей территории есть еще одно большое дерево абрикосовое и тут куст сирени. Как бы, конец гаража, да, это ваша, как бы, левая граница, чтобы вы понимали. Двери здесь деревянные, метр шестьдесят пять, высота на въезд. Коньки металлические, свежие видно. Крышу перекрывали, ну, я так понимаю, что года два назад, приблизительно, года два назад, там, два с половиной. Крыша, шифер абсолютно новая, она прям блестит аж. Вот, видно, что шифер чистенький, новенький, замечательный. Прекрасная березка, друзья, я видел видео этого дома осенью. Она такая прям золотистая вся, просто красотень. Береза, конечно, дом украшает замечательно. Здесь у нас немножечко асфальта, немножечко вот тут забетонированная территория, тоже, видимо, для машин. Ворота распашные есть и калитка также присутствует. Вот, здесь, как я вам говорил, тоже абрикосовое дерево растет. Вот такая вот, то ли ель, то ли сосна, что это такое, не знаю. Вот, ну, я бы его срубил. Это дерево, да, мне жалко деревья, но оно такое, ну, состояние не фонтанное. Вот, не украшает дом, так скажем. Вот здесь есть такая уютная лавочка, посидеть с подружками, там, ну, проходят же соседи, да, пригласили, угостили, чайок, кофе вынесли, и они будут ваши навеки, как говорится. Фронтон дома металлопрофиль, вот, сам дом, еще раз напомню, блок ракушечник, все это поштукатурено и, ну, замазано побелено, друзья. Да, были трещинки, но им, вот, реально, сто лет в обед, друзья. Вот, сразу говорю, не пытаюсь сейчас выгородить там, что, типа, да ладно, там, все, справитесь. Тут и хватает работ, поверьте, просто говорю, как есть, это не сквозные трещины, потому что в доме я их не видел, друзья. Толщина стены огромная, тут где-то сантиметров 40-50, если не больше, вот. Там у нас есть, сейчас пройду, покажу. Правая граница, это вот забор начинается, желтенький, вот. А здесь есть такая калитка, чтобы, если что, пойти там подремонтировать и тому подобное. Я не знаю, открывается она или нет. Собственница говорит, уже больше двух лет никто не жил. Ну, вот, что-то не открывается. Надо будет уже потом смотреть, друзья. Все, пойдемте смотреть, что у нас внутри, во дворе. Вот это все, ваша территория. Тут и розочки, и чего только тут нет. Ну, что, вперед на обследование участка. Тут у нас часть забора металлопрофиля, и там тоже металлопрофиль. Заходим. Сейчас, друзья, прикрою. Вот так, все. Почтовый ящик, как я вам говорил. Здесь у нас находится гараж. Я с этой стороны просто хочу показать вам дом, как он выглядит. Тут такая вот шпалерка здоровая. На ней виноград раскинулся вовсю. Такая прям живая беседка у вас будет здесь. Ну, и тенек, конечно, и температура пониже. Это, конечно, замечательно. Окна в доме деревянные. С этой стороны вот я снаружи показываю. Краска, она такая, знаете, еще, наверное, по ходу советская. Крепкая, зараза, крепкая-крепкая. Прямо видно, что, ну, как бы, влага не добралась до дерева. Дерево в хорошем состоянии. Металлический желоб. Это водосток у нас. Вот. И получается, он вот так вот выходит туда. Сливается это все. Тоже под окном вот я вижу. Ну, такая миллиметражка. Быстрее всего это по штукатурке, друзья. Ну, не сквозна это точно. Виноград Изабелла. Винный сорт. Так что без вина вы тут не останетесь. Это сто процентов. Смотрите, друзья, есть вход отсюда на веранду, да? Ну, давайте вот так вот покажу просто. А есть вход оттуда. Я зайду оттуда, хотя, еще раз говорю, можно спокойно сделать вход и отсюда. Она у нас отапливаемая веранда. Чуть попозже, друзья, зайду и покажу. Здесь у нас находится электрический счетчик. Там я вам показывал водяной счетчик. Здесь у нас электрический. Давайте я попробую все-таки включить, чтобы дома мы с вами были со светом, вот, со свещением. Так, с левой стороны от нас находится гараж. Гараж кирпичный. Шифер здесь, ну да, здесь он постарее, как бы. Вот такой навес есть. Пожилой человек жил, понятно, она не будет сильно, женщина, да, придавать смысла, как говорится, шиферу на гараже. Территория забетонирована. Здесь можно спокойно поставить кресло, вот так вот, и наслаждаться отдыхом на свежем воздухе. Как вы уже захотите, друзья. Территория двора заасфальтирована. Старый асфальт, друзья, ну, нормальный. Вот, то есть всю листву убрать там напором воды легко получится. Вот как-то так. И здесь тоже у нас желоб есть, чтобы вода с гаража сливалась на улицу. Ну что, давайте посмотрим гараж, раз уж мы подошли к нему. Как я вам говорил, 28 квадратных метров. Вот, высота на въезд метр шестьдесят пять. А, я забыл включить свой свет. Да, зачем? Обрадовался, что со счетчика лампочка включилась. Метр шестьдесят пять. Вот, обратите внимание, друзья, вот как бы машина заезжает, заезжает. Здесь у нас вот такое пространство огроменное просто. Здесь можно спокойно сделать стеллажитом для колес, для инструментов, для чего только не захотите. Балки, здесь она металлическая, вот балка, вижу. А так вот у нас все обшито деревом. В принципе, гараж такое состояние достойное, хорошее. Пол у нас забетонированный и практически на всю длину, друзья, на всю длину у нас смотровая яма. Сейчас посмотрим. Да, все сухо, аккуратненько. Доски бебелые такие прям. Ух, хорошая. Раз, два. Окна есть, ну и сама дверка для освещения. Ну, освещение провести это вообще не проблема, там, если вам понадобится побольше, как говорится, побольше света. Здесь это все можно закрыть пластиком, он не сильно дорогой, вот, но зато вид гаража преобразится. Вот как-то так, 28 квадратных метров, друзья. Для гаража просто сказка, серьезно, места предостаточно. И с этой стороны можно, если что, там небольшие узкие стеллажи сделать, и с этой стороны их побольше можно сделать. Все. Идем дальше. Так. Вот, обратите внимание, все заасфальтировано. Вот, здесь у нас находится погреб. Здесь находится бассейн. Что такое бассейн, друзья? Раньше, когда были проблемы с водой, соответственно, люди выкапывали себе такие подземные хранилища, такие прям бункера-бункера для воды. То есть, заезжала машина, завозила в воду, там, несколько кубов, они ее сюда заливали, и отсюда потом доставали и пили. То есть, это не колодец, это просто подземное хранилище. По мне, я бы это все убрал. Во-первых, мешает проходу, да, он ни к селу, ни к городу, он здесь как-то стоит. Здесь проход есть, да, можно пройти, но крыша низкая. Либо нагибаться, либо бошку пробивать, как говорится. Но я шучу, друзья, я так вот в шуточной форме. У меня сегодня хорошее настроение, вот, поэтому как-то немножко пошучу. То есть, вот это убрать, оно здесь, по сути, не нужно. Почему? Потому что второй вход находится вот здесь. Он сразу в кухне, да. И, соответственно, либо отсюда проходить, понимаете, да, ну вот так. Ну, в принципе, можно пройти. Вот, сантиметров 35-40, нет, 30. Так, ну и по цоколю, здесь он, как бы, поштукатурен, покрашен. Да, краску можно освежить, обновить. Стены, вот веранды, тоже видно, что краска облупилась. Потом это все зачистить можно. И, как говорится, все заново покрасить. Вот такой прекрасный виноградник. Ребят, шпалеры, прямо это вот трубы металлические такие. Хорошие-хорошие в этом плане. То есть, они вам еще долго здесь прослужат. Просто, да, прошлись машинкой, да, все убрали. Это все хозяйство покрасили, чтобы стояло долго и вечно. Работа здесь будет, сразу говорю, не для лентяй домик. Много кустов различных. Полюбуйтесь, ребят, поднимите себе настроение немножечко. Какая красота! Розочки вообще бомбические. А вот здесь, посмотрите. Здорово, да? Красотища немерена. Это у нас гостевой дом. Тринадцать с половиной квадратных метров. Я покажу сейчас вот эту дверку. Вот, в страну. В зазеркале, да, шучу. Это у нас, друзья, фуражное. То есть, здесь бочки с зерном. Можно поставить и хранить его. Все это под навесом. Из шифера. Здесь вот такой вот бак металлический для зерна. То есть, здесь можно хранить зерно. Дальше у нас уже будет вот следующая постройка кирпичная. Это у нас гостевой дом. Ну что, пойдемте посмотрим его. И потом, после этого пойдем дальше. Вот так он выглядит. Дверку я открыл, друзья. Крыша шифер. Тут у нас антенна для телевизора. Вот. И вот такая вот металлопластиковая дверка. Она у нас со стеклянной вставкой. Замечательно. Уличное освещение включается. Здесь, наверное, надо... О! Не включается. Хотел включить. Видимо, краска засохла, друзья. Так, давайте посмотрим, что здесь можно включить. Так, что-то можно включить. Так, ну что, давайте я закрою. Посмотрим. 13,5, грубо говоря. 13,3 прям, если хотите, дословно. Это площадь этой комнаты. Что у нас здесь, друзья? Полы у нас видно забетонированы. Здесь прям сразу у нас подведен газ. Стоит газовая печка. То есть, фактически, как гостевой дом, конечно, это будет здорово. Либо как летняя кухня. Ну, как летняя, друзья. Здесь стоит котел. Видите, да? Соответственно, эта комната греется. Тут свое отопление. Со временем. Вот еще раз говорю, да? Что понятно. Вы сейчас покупаете этот дом не за дорого. После этого вы можете, например, убрать эти трубы. Поставить новые радиаторы. Аккуратненько, красивенько. Чтобы вот это все смотрелось у вас. Обновить стены. Да? Там гипсокартон, допустим, сделать. Выровнять это все удовольствие. И радоваться и наслаждаться жизнью. Здесь у нас входит телефонная линия. Вот. Еще раз говорю. Оптоволокно интернет есть на улице. Если что, можно будет. Так, там еще у нас розетка одна. Тут у нас окошко. На две позиции открывания. Открывается, пожалуйста. Москитная сетка присутствует. Подоконник вот такой вот небольшой, пластиковый. Вот такой вот столик поместился. Здесь у нас диванчик. Вот. Тут же можно и телевизор, если что, поставить отдыхать. Можно и там. Как вы уже захотите, друзья. Понятно, что вся эта мебель остается. Собственники просто не в силу будут это все перевести. Вот. Далеко отсюда. Поэтому как бы это все остается. Сплит тоже присутствует. Я считаю, что для гостевого дома это хорошо. Еще раз говорю. Небольшие вложения. Можно все аккуратно, красиво сделать. И, пожалуйста, радуйтесь. Вот такая площадь вам прибавится. Это хорошо. По высоте потолка это будет приблизительно 2 с лишним метра. 2-2,10. Приблизительно так. Смотрите, часть стен у нас выложена плиткой. Как видите, здесь вот у нас выключатели. Вот. О, еще одна розетка. Видите, как хорошо. Вот. Часть стен покрашена. Художники тут такие прям вообще. Потолок у нас тоже, наверное, до ДВП и покрашено. Ничего себе. Это вот заморачиваться все это рисовать. С ума сойти. Вот раньше у людей были способности. Вот еще одна розетка. Видимо, для сплит-системы. 13,3 квадратных метра. Если быть дословным. Вот как-то так, друзья. Здесь у нас находится вот такой шкаф. Пожалуйста. Есть полочки. Можно все это заделать. Можно использовать как кладовую. Сделать как-то все по-другому здесь. Например, дверки. Как вы уже захотите, друзья. Это вам решили. Так. Трещинку вот такую вот. Паутинку. Я вижу быстрее всего. Где-то. Нет. Здесь ничего нет. Вот она сверху идет. Думал, что-то вбивали, может быть. Вот она идет вниз. Ну. И здесь вот она. И все. Так. В принципе, все нормально. Но еще раз говорю, друзья. Чтобы вот у вас сейчас не было страха. Это вот сто лет в обед этим трещинам. Серьезно. Тут даже по краске видно, да. Что? Давношнее это все. Все. То есть дом не разрушается. Дом этот маленький. Ну что. Вперед. Так. Следующий у нас погреб. Я так от него ушел. Не показал бессовестно. Давайте заходить. Посмотрим, что у нас здесь есть. Так. Здесь у нас вот такая вот кирпичная ступенька. Лестничка. Смотрите, друзья. Это у нас получается и кладовая, и погреб. Понимаете, да. То есть здесь обычно люди хранят там всякие. Сейчас я выключаю. Не. А, лампочки ж нету. А здесь хранят там, допустим, баночки всякие. Там все, что необходимо. А сами закрутки уже, как говорится, внизу. Ну что. Вперед. Потопаем. Посмотрим, что там есть. Так. Все. О, прохладно. Хорошо. Так тут паутинка. Смотрите, друзья. Стеллажи есть. Раз, два, три. В четыре этажа. Так. Как бы паутинка тут. Вот она. Не хочу собрать на себя все паутину. Места для закруток достаточно. Вот так вот как-то. Ну, еще раз. Где-то приблизительно около, раз, два, ну, где-то около шести квадратных метров у вас будет покрым. Полы сухие. Сразу земляные, сухие полы. Друзья, нету, нету никакой влаги. Даже близко. Все. Ох, собрал паутину. Все-таки. Ну, что поделаешь. Долгое время люди не жили, поэтому есть минусы в этой вселенной. Ну, что. Так, давайте эту сторону покажу. И уже после этого пойдем дальше. Тут у нас тоже разбит палисадник. Доступ к воде есть. Это как бы тоже дополнительный колодец воды. То есть сюда линия подходит. Здесь у нас есть кирпичная постройка. Что это, я не знаю, друзья. Здесь я точно знаю, что печка. Вот. Русская печка. Вот такой сюрприз у вас есть. Если что. Здесь у нас тоже шпалеры для винограда. Самого винограда нет. Тут у нас вот ежевика есть, не ошибаюсь, посажена. Так, дождик. Дождик, пожалуйста, подожди немножечко. Здесь вот покажу, что там печка, чтобы вы видели. Вот она родимая, с дымоходом, со всеми причиндалами. Здесь тоже как в хранилище. Вот освещение проведено. То есть здесь можно держать необходимые для хозяйства вещи. Так, нет, лампочка не горит, умерла смерть у храбрых. Так, идем дальше. Дальше, друзья, честно, но собственников нету, поэтому я тут один брожу хожу. Я не знаю, что это такое и для чего это сделано. То ли это летний душ, быстрее всего, но нету просто бака. Я так думаю, что это все-таки что-то под летний душ. Вот, освежиться. Дальше уже пойдут постройки именно для животных. Я зайду с той стороны, покажу вначале, как бы вот эту сторону, а потом уже пойдем левее смотреть. Здесь у нас тоже, смотрите, есть место под навесом для выгула птицы. Здесь тоже птичник. На зиму спокойно сойдет. Вот, освещение присутствует. Полы забетонированы. Вообще, построек здесь очень много. Как бы вы не заблудились. Для банок сушиться, да? Дальше, смотрите, друзья, здесь у нас абрикос. Да какой абрикос? Вы просто посмотрите, вот только созревает это все удовольствие. Огромный, прям большой. И все дерево усеяно. Это, конечно, круто. Что у нас дальше? Сейчас пройду, покажу, друзья. Здесь у нас сливная яма. Приблизительно 3-3,5 куба. Вот это все забетонировано здесь. Ну, собственники говорят, никогда не выкачивали. То есть, ну, там сухо, я вижу. Метр где-то в глубину и такая она, широкая. Вот, как-то так. Так, что у нас здесь? Ну, уже вот пошли как раз эти помещения. Здесь тоже у нас курятник. Так, сейчас пройду, покажу. Где-то около, ну, 6, да, приблизительно 6 квадратных метров. Вот такой курятник. Все, выходим. Вот наш абрикосик большой. Так, что здесь? Так, здесь какой-то катушок. Что тут хранят, не знаю. Это не туалет, чтобы вы не думали. Вот, дальше. Ох, такой дождь пошел, крупные капельки. Здесь можно хранить зерно. Также, вот видите, емкость большая. И дальше у нас есть еще такое помещение, тоже для животных. Большое сейчас. Зайду, покажу. О, там еще. Прямо одно за другим. Целый квест, ребят. Не соскучитесь, серьезно. Не соскучитесь. Вот так, что у нас там? Ого. Засов такой, прям, не детский. Я не знаю, друзья. Что-то... А, они так его закрывали, что ли? Да, там... Не, я не вытащу. Или вытащу. Нет, она гвоздями забита, отделение. Сделано так, чтобы животные, видимо, не переходили из одного отделения в другое. Так, все, выходим. Друзья, дождик нас немножечко прервал. Сейчас вот показываю остальные помещения. Вот здесь, смотрите, есть место сколько. Где-то около 8 квадратных метров. Вот, кстати, свет проведен. О, горит, сияет родной. Вот, идем дальше. Здесь я вам все полностью показал. Сейчас хотел обратить внимание ваше. Пройти вот сюда. Здесь есть у нас туалет деревянный. Вот как он выглядит. Довольно-таки хорошо все. Закрыли аккуратненько. И вот, получается, вот эта стена этого, этой постройки, это и есть забор с соседями у вас. Вот так вот выглядит ваш домик позади. Смотрите, вот там есть у нас счетчик газовый. Получается, фронтон тоже металлопрофиль. И там есть лаз на чердачное помещение. Здесь у нас все сеткой. Я туда просто не пройду. А калитку не сумел открыть, как не пытался. Поэтому просто с этой стороны вам показываю. Такой вот каменный забор сделан. Ну, газовый счетчик вы видите. Калитка, вот она, друзья. Просто, видимо, долгое время ее не открывали. Я пытался ее открыть. А, нет. Это другую калитку. Все, попутал, друзья. Сейчас, секундочку. После дождя. Вот так вот выглядит у вас эта территория. Тут крапивка и так далее. Все это можно будет со временем зачистить, убрать. Вот так вот. То есть, если что-то починить, например, там замазать и так далее. Отсюда можно пройти и это все сделать. Все. Идем дальше. Это я, видимо, с другой калиткой перепутал. Тут столько, столько этих помещений. Я вам показал, ну, наверное, пока только половину. Сейчас пойдем еще посмотрим. Друзья. Запутаться можно легко. Как собственница все это помнила, ума не провожу. Вот. Так вот. А, там я уже показывал. Вот видите, я уже забываюсь. Вот. Вот эту калитку я не смог открыть. Да. Тут замочек и так далее, чтобы пройти с этой стороны. Но я сейчас зайду с другой стороны. Здесь, друзья, у нас помещение тоже можно держать скотинку. Ну, например, там коз. Что вы тут захотите? Ну, да. Для коз идеально будет место. Пожалуйста. Где-то около 8 квадратных метров. Все. Выходим. Такое же помещение. Пожалуйста. Тоже дверка закрывается на зиму. Вот. Пока как с козкой используется. Ну, тоже где-то около 8 квадратных метров. Кстати, здесь, видите, есть лампочка. Освещение проведено. Вот. И еще одно помещение. Да, друзья, тут всего хватает. Вот. Тут у нас баня. Ну, понятно, что нужно будет приложить усилия. Вот доступ к воде. Вот. Чтобы банька заработала. В принципе, здесь, если сделать лавочку, можно сидеть и париться. В удовольствии. Труба целая. Полы забетонированы. Тут у нас сток идет. Получается. Вот это уже. Все замазано. Проверено. Из двух отделений. Банька сделана. Так. Ну, и проходим дальше. Выходим мы с вами на участок. Значит, смотрите, друзья. Вот граница. То есть, получается, вот это. Это соседская территория. А вот эта территория. Все ваше. Сейчас я зайду на участок. Тоже его вам покажу. Просто вначале покажу именно все помещения. Сейчас, секундочку, друзья. Здесь, видимо, уже для коровник. Как под коровник использовали. Лампочки нет. Хотя нет. Вот насесты для кур. Все так из камня. Я подумал, наверное, либо что-то большое должно быть. Либо свинюшки, либо коровки. Вот. Вообще, да. Вот видите, дверка. Это, видимо, насест сюда перенесли. Вот она, дверка. Так, идем дальше. Так, вот так вот. Тут как раз коровник тоже видно. Насесты есть. Электричество тоже здесь есть. И, по-моему, там еще у нас было помещение, друзья. Да, тут запутаться очень легко. Забыться. Да? Я же помню, что было. Вот. Такое вот помещение тоже. Кстати, видите, электричество есть. Проведено. Вот как-то так. Так, с той стороны можно. И отсюда пройти. Тут у нас орех грецкий. Большое дерево. Прям, ух, большое-большое. Здесь у нас, видимо, выгул для птицы. Вот, пожалуйста. Сколько места под навесом. Так. Сейчас, друзья, я пробираюсь, как разведчик. Вот. То есть, получается, до конца этого здания это все ваша территория. Вот здесь. И вот та калитка, которую я не смог открыть. Что у нас дальше, друзья? Еще вот такой вот закуток здесь есть. И, пожалуйста, тут у нас еще куча всяких помещений. Так, давайте отсюда зайду. Тут забетонировано все. И вот, пожалуйста. Если будете планировать именно вот животных держать, различным, можно и взрослую птицу, можно там и куры, и индюки, и что только это. Помещений у вас тут прям много. Очень. Если планируете им надержать животных. Вот это курятник еще один. Вот там лаз для них. Еще один курятник. Ну, взрослую птицу отдельно. Молодняк отдельно. Индюков отдельно. Гусей отдельно. Вот так отдельно. Вот так. Освещение тоже есть. Здесь лампочки просто нету, друзья. А так освещение сюда заходит. Вот, пожалуйста. Можно всякую скотинку здесь держать. Все, друзья. Здесь с помещениями, наконец-то, я закончил. Да, очевидно. Невероятно. Вот. Я не удивлюсь, если еще что-нибудь будет. Тут у нас груша растет большая. Орех я вам показал. И, наконец, мы с вами выходим. Вот тут вот. Сейчас выйду и покажу. Это у нас, я так понимаю, для птицы. Вот. То есть, чтобы она здесь гуляла, бегала, прыгала. Еще одно большое дерево. Абрикос. И вот такой вот участок. Смотрите, с этой стороны у нас деревянный забор. Тут у нас вишенки посажены. Ай, красненькие. Ждали меня, да? Хорошо. Так. Там у нас барашки пасутся соседские. Ну, с разрешения, конечно. Вот. И они тут у вас все подстригают потихонечку. Раз, два. Это я не знаю, что за дерево. Три, четыре. Вишни у вас тут. Яблоня. Ну, и не хочу пугать этих милых животных. Вот до конца это все вот огорожено. Это все ваша территория. Тут у нас тоже деревья есть. Сейчас гляну, что это за деревья. Там у нас сливы. Вижу. Абрикос вижу. Вот. Я так понимаю, что это на виноград что-то похоже. Нет. Нет. Это, ребята, либо крыжовник такой огромный. Я просто в шоке. Ну-ка, дайте-ка по вкусу. Крыжовник пробовал. Крыжовник на смородину не похоже. Сейчас, друзья. Сейчас. Чуток. Крыжовник. Груша. Просто я таких огромных не видел. Так. Здесь у нас, я так понимаю, что это яблоня. Да, только плодов что-то не вижу. Вот. Ну, бывает такое, что некоторые сорта один год плодоносят, один год не плодоносят. Ну, на яблони по листьям похоже на яблоню. Так. Что у нас здесь? Здесь у нас алыча. Вот, пожалуйста. Вовсю разрослась. И здесь еще одна яблоня. Да? Да. Вот. Ну, тоже плодов пока не вижу. Еще раз. А, нет. Вот есть они. Вот. Вот. Не сразу просто заметил. И тут какое-то дерево, но видно, что оно болеет. Тоже яблоня. Можно будет потом срубить. Итак, друзья, вот это ваш участок. Можете держать барашков. Люди на этом хорошо зарабатывают. Вот. Можете разбить сад. Можете огород сделать. Как вы уже захотите. Ну, вишенки вам в подарок, как говорится. Все, друзья, основные моменты здесь показал именно по участку. Пойдемте смотреть дом. Ну, что, друзья, поехали. Посмотрим, что у нас в доме. Дождик прям серьезно разошелся. Поэтому пока он там капает, мы здесь смотрим. А мы здесь смотрим кухню. То есть, если зайти со второго входа, вот, не с переднего, то мы попадаем сразу в кухню. Кухня, сейчас скажу, 15 квадратных метров. Высота потолка 2 метра 18 сантиметров. Что у нас здесь есть? У нас есть здесь кран, пожалуйста, мойка. Там умыться, помыть посуду и так далее. Есть газовая печка. Вот такая нагревательный прибор, по-другому, скажем, для нагрева воды. И окошко. Смотрим. На две позиции открываем. Москитная сетка здесь присутствует. Откосы, как видите, сделаны пластиком. Вот прямо под окном находится радиатор отопления. А вот эта конкретно стена на высоту приблизительно чуть больше метра выложена плиткой. Розетка, выключатель присутствует. Здесь, как видим, проводка поверх стены сделана вот в кабель-канале. Полы здесь забетонированы, друзья, сразу. Обращаю ваше внимание, постелен ковер. Да. 15 квадратных метров. Смотрите. Здесь у нас есть газовая печь, 4 конфорки. Это замечательно. Есть шкафчик. Можно открыть, посмотреть. Вот, пожалуйста. Вот. Все хранить можно. Какие-нибудь закрутки здесь положить и так далее, и так далее. Эта часть стены уже повыше, где-то на метр шестьдесят, все выложено плиткой. Здесь у нас находится котел отопления большой, старенький, аппаратура поновее. Меняли, значит. И насос в системе отопления есть. Да, он находится ниже уровня, то есть на тот случай, что даже если свет там отключают, насос не работает, он у вас как бы будет обогревать дом. Ну, так вот, небольшое окошко, вентиляционный канал. Выше плитки у нас уже стены и потолок замазаны побеленной. Здесь потолок 2 метра 18 сантиметров. Запоминайте, друзья. Вот. Ну, и тут можно повесить одежду, расширительный бачок. Как-то так. Вот это у нас площадь, еще раз говорю, кухни 15 квадратных метров. Это пластиковая дверка. О, дождик стихает потихонечку. А вот здесь, друзья, у нас есть душевая. Я вам говорил, что здесь спокойно места предостаточно для того, чтобы поставить унитаз. То есть спокойно можно его здесь соорудить. Учитывая, что недалеко у нас яма сливная. Замечательно. Радиатор отопления здесь находится. Ну, и непосредственно сама душевая. Поддон хороший. Просто помнить, почистить здесь и все. Ну, и сам кран, вот видите, все в хорошем состоянии. Плитка выложена, а сверху плитки уже замазана, пообелена. Потолок ДСП покрашен. Ну, ура! Освещение есть. И целых две розетки. Ну, это, видимо, со старой проводки осталось. Вот новая проводка провели. Вот так. Повесить одежду. Тут полы, конечно, они у нас идут на склон. Друзья, это вообще не проблема. Сейчас самые заливные полы, можно это спокойно сделать, залить. Вот, выровнять пол. И, пожалуйста, будет у вас душевая и унитаз можно будет поставить. В принципе, хорошо. Три квадратных метра. Радиатор есть. То есть, не будет вам холодно. Вот так вот выглядит эта кухня. Дальше у нас, как бы, переход в дом через веранду. Вот. То есть, еще раз говорю, можно заходить в дом с той стороны, можно с этой стороны. Здесь полы у нас деревянные уже. Есть радиатор отопления, как видите. Вот. И тут у нас, получается, вот фасад весь такой стеклянный. Дерево в хорошем состоянии. Краска не облезла. А вот дальше, друзья, я был в шоке. Я просто не знаю, как это, штампами все это делалось или нет. Но это, на самом деле, рисунок по штукатурке. Вот так вот. Я говорю, раньше люди заморачивались, мама родная, чтобы создать какую-то красоту. Не было таких строительных материалов различных. Плитки там красивые и так далее. И вот люди наводили красоту сами. Представляете, вот это все. Я не знаю, рисовать это. Как они это все делали, ума не приложу. На стенный принтер, шучу, конечно, друзья. Здесь штукатурка уже, конечно, да, вот она обваливается. Это надо все убрать. Там ДСП, я вижу, есть. Вот, да, ДСП вижу. Но это вот не обои. Сейчас. Нет, нет, это штукатурка, друзья. Думал, обои. Нет, это точно штукатурка. И вот рисунок по штукатурке. Обалдеть. Вот как-то так. Здесь у нас как-то вот-вот воды, почему-то именно вот здесь. Вот в этой веранде. Поэтому я тут с ума схожу, как она все сделана. Вот видите, да? И оттуда идет в кухню. Конечно, это все можно проштробить, сделать в стене аккуратно. Вот. Веранда у нас 14 квадратных метров. Еще раз говорю, она отапливаемая. То есть, место просторно, полы деревянные, достаточно хорошие, друзья. Не гнилые, я вижу. Я хожу, подо мной они не гуляют. 14 квадратных метров. Проводка сделана также поверх стены. Вот видите, вот она розетка. И вот она та дверка, о которой я вам рассказывал. То есть, отсюда идет вход. Ну что, вперед проходим. Сейчас, вот, свет включу. Нет, все. Это у нас гостиная. 17 квадратных метров, друзья. Она такая, как квадратная комната. Здесь тоже самое, ребят. Я просто прикалываюсь. Сколько сил у людей было, да? Все это делать. Розетка, тут что-то, видимо, убирали выключатель. Что-то такое вот. Трубы, все это меняется, штробится. Как говорится, в стенах прокладывается. Новые радиаторы. И будет вам счастье. Одна трещина. Ну, это, видимо, вот вбивали. Вот тут вот. Буквально сантиметров на 7-8. Нет, больше. На 10-15. Вот так вот. Подоконники деревянные. Откосы пошпаклеваны, покрашены. Толщина стены, мама не горюй. Сантиметров 50, наверное, точно есть. Вот. Давайте отсюда покажу теперь комнату. Вот так вот. Просторная комната. Два окна. Оба деревянные, оба глухие у нас окна. Здесь, да, здесь вот у нас эта штука, это по штукатурке, друзья. Пошла трещина, лопнула штукатурка. Вот. Печка у нас тоже осталась. Можно разобрать, чтобы она не занимала квадратные метры. А можно, так как это гостиная, сделать какой-нибудь камин сообразить. Так, для отдыха, для комфорта. Друзья, я еще раз говорю, я не знаю, что за люди купят, да, то есть фантазия у нас у всех разная. Если вы не планируете здесь работать именно вот, как, как вам сказать, с животными, да, там, по сельскому хозяйству, да, что-то другое, но хотите создать уютное такое гнездышко, здесь можно будет постараться. Вот здесь высота, друзья, 2 метра, вот в самом низком месте, вон такой вот, немножечко, немножечко, как, вот-вот в этом месте, как пузико, небольшое, только в этом месте. Дальше он повыше, конечно. Вот. Здесь вот тоже трещина идет, вот она, ну, она легкая. И по штукатурке, еще раз напоминаю, чтобы сейчас не было, там, бросай гранату и уходи. Все. 17 квадратных метров. Полы, напоминаю, деревянные. Оно видно, вот, по длине полотны, вот, как бы, то, что дерево не ровно уложено, но, в принципе, вот, все. Вот я сейчас хожу, друзья, не прогибается. Дерева нету такого. И везде интересно, да, и двери разрисовывали, и стены разрисовывали. Как они это все делали? Какие-то трафареты, наверное, кто его знает. Вот так вот. Заходим в следующую комнату. Так, разобраться, где бы тут выключатель. Сейчас. Так, а где у нас выключатель? А? Это розетка. Вот он. Ха-ха. Ни за что бы не сказал, что он здесь. Вот он. Ну, лампочек, видимо, нет. Ну, что, друзья, 14 квадратных метров. Здесь, вот, обратите внимание, то же самое штукатурка. Вот. И все вот так вот разрисовано. Обалдеть. И потолок тоже самое. Здесь высота потолка 2,18. Он, не могу сказать, что он прям ровный. Нет. Надо будет выравнивать его. Либо гипсокартоном, либо еще как-то там, натяжной потолок, например. Вот. Два окна. Под каждым из них чугунный радиатор. Вот. Здесь толщина вообще. Ну, сантиметров даже, мне кажется, не будет. Нет. Сантиметров 60, наверное, точно есть. Прям огромная-огромная. Вот. Второе окно. Такое же форточка вот здесь вот есть. В этом глухое, а здесь форточка присутствует. И радиатор также здесь у нас есть. Трещины тоже по штукатурке, я вижу. Есть. 14 квадратных метров, к сожалению. Видимо, лампочек здесь нету, друзья. Ну, вот все, что есть, все ваше. Я попробую высветлить это все, конечно, в программу. Полы здесь деревянные также. Я хожу, не прогибаются. Вот я стучу, прям они крепкие полы, хорошие. Так. Ну, и последняя комната. Спальня. 14 квадратных метров. А там, по-моему, лампочки нету, да? Да. Лампочки здесь нет. Здесь поклеены обои. Мы, видать, уже устали рисовать. Только потолок у нас разрисован. 2,18 по высоте. 14 квадратных метров у нас получается площадь этой комнаты. По логике, по логике, друзья, это зал. Почему? Потому что 4 окна. Как бы обычно зал делают вот именно так. Большую комнату, просторную. Но так как она изолированная, друзья, я бы все-таки здесь сделал, ну так, как говорят, мастер спальню, хозяйскую спальню. Вот так вот. Здесь у нас деревянные полы. Вот, чтобы вы видели, как они выглядят. Хорошие доски, крепкие. Вот я стучу, хожу, они не прогибаются. Если, допустим, будет где-то там поскрипывание, но они не прогибаются, не шатаются. Ну, нету такого ничего. Так, по окнам. Эти два окна, вот эти два окна выходят на улицу. Они у нас глухие. Здесь у нас, видите, да, все пошпаклевано, ну, замазано, побелено. Деревянный подоконник, чугунный радиатор. Вот здесь тоже самое. Обратите внимание. Так, эти два окна выходят во двор. Здесь, получается, тоже они глухие. Когда, если поставить уже пластиковые окна, то, конечно, нужно будет сделать так, чтобы хотя бы два окна могли открываться. Сейчас розетку вижу вот здесь, прям фарфорово еще, слушайте. Вообще круто. Я такого даже не видел. Давно уже не видел. 14 квадратных метров, друзья. Все, все комнаты в этом доме я вам показал. Ну что, друзья, посмотрели мы с вами дом. Да, понятное дело, что как бы не всем, не для всех он подойдет, этот дом. Ну, мы уверены, друзья, найдется свой клиент именно для этого дома. Дом 75 квадратных метров, участок 21 сотка. Сделан он из блоков ракушечник, вот. Ну и все поштукатурено, вот так вот аккуратно покрашено. Вот, крыша, шифер, фундамент, бетонная лента. В доме есть кухня 15 квадратных метров, душевая 3 квадратных метра, веранда 14 квадратных метров, гостиная 17 квадратных метров, спальня 14 квадратных метров. И вторая спальня тоже 14 квадратных метров. Сразу скажу, друзья, ремонт необходим. Да, здесь есть свои плюсы. Например, центральная вода, газа и электроснабжение. Из минусов придется приложить усилия, придется приложить денежку. Да, если захотите, например, выровнять стены там гипсокартоном и так далее, все сделать, чтобы у вас было ровненько. По потолкам, друзья, я обратил внимание, в первой комнате, сейчас скажу даже в какой конкретно, в гостиной, там потолок 2 метра, да. А вот в спальнях, в остальных комнатах 2 метра 18 сантиметров. Вот, для кого-то это мало, кому-то это нормально. Ну вот, я вам просто рассказал все цифры, чтобы вы имели понятие. Окна деревянные, по-хорошему, конечно, со временем можно будет поменять на металлопластиковые окна и так далее. Если вас именно этот вариант заинтересовал, в описании к этому ролику, друзья, будут обязательно указаны номер телефона собственника, номер телефона менеджера по объекту, WhatsApp, Telegram, вы сможете связаться, задать все интересующие вас вопросы. Еще раз напомню, центральная вода, газоэлектроснабжение, оптоволокной интернет идет по улице, телефонный кабель в дом заведен. Кроме самого дома есть гостевой дом 13,5 квадратных метров и кирпичный гараж 28 квадратных метров. Высота на въезд 1 метр 65 сантиметров. Множество различных построек для того, чтобы держать животных. Если вы не хотите, все это можно будет снести, разбить прекрасный сад, большой ровный участок, друзья. Сам поселок, он на возвышенности, то есть затопление вам ну никак не грозит. Это просто из рода фантастики, какой-нибудь потоп начнется, да, всемирный. И тогда только может что-то тут и появится. Вот. Дорога, которая подходит к дому, асфальт. Магазин ближайше 500 метров, там два магазинчика, 500 и 600 метров. Вот так вот. До школы, детского сада, до центра приблизительно 2-2,5 километра. Вот как-то так. Но по асфальту никаких проблем, как бы тут раз и доехали. На велосипеде, на автомобиле, то есть сложностей таких особых нет. Большая придворовая территория, вот здесь есть кладовые деревья. Можно, еще раз говорю, досадить все, что вас интересует. Сделать себе такой полный южный набор из там всякой айвы, черешни, ну и тому подобное. Инжиры и так далее. Все, друзья, по дому я вам обрисовал ситуацию. Еще раз скажу, да, я предвижу комментарии всяких там критиков диванных и так далее. Да, низкая цена. Понятно, что остальное вы компенсируете своими усилиями, денежкой. То есть сделать небольшой ремонт и, в принципе, жить в этом доме можно. Вот. Просто долгое время, более двух лет в этом доме никто не жил. Надо приложить усилия, я не спорю, друзья. Ну вот, допустим, в том же санузел, не санузел, а душевая, правильно выразиться. Там спокойно есть место, можно поставить унитаз. То есть немножечко усилий, пожалуйста, можно превратить домик в такое уютное гнездышко. Если вы хотите купить дом в другой части, в Ставропольского края, в Краснодарском крае, в Республике Адыгея, в Ростовской области, друзья, обращайтесь к нашим менеджерам. Несколько тысяч видеороликов у нас есть в запасе, видеообзоров именно. Вы же понимаете, да, чем ценен видеообзор по сравнению с тем же объявлением на Авито. Но не всегда хозяева, к сожалению, честно пишут, в каком состоянии находится их дом. Вот буквально недавно приехал, дом вроде хороший, классный, но вот водяной колодец открываешь, а там уже вода стоит. То есть это грунтовые воды близко. Не каждый человек об этом сообщит на Авито, да, или не каждый человек так вот сфотографирует и покажет, как бы, да, что есть трещины, да, там где-то сквозные трещины, где-то там, ну, боятся люди говорить. Они думают так по принципу, а, приехал, ну, никуда не денешься, купишь. Да нет, ребят, ну, это не булочку хлеба купить, не понравилось, выбросили, да. Не у всех есть деньги по 10 раз покупать, продавать жилье. Поэтому, конечно, видеообзор чем ценен, тем, что мы проходим и стараемся максимально подробно показать, что у нас есть, как бы, да, из каких материалов, какая инфраструктура, сколько надо вложить, ну, и так далее, и так далее. То есть из видеообзора человек уже подробно понимает, что он покупает и сколько ему надо вложиться. Если вы хотите переехать и одновременно купить дом, у нас к вам просьба, пожалуйста, месяца за 2-3 раньше обращайтесь. Почему? Потому что, ну, вот бывает такая ситуация, что человек продает дом, ну, тоже надо собраться. Вывезти вещи. Хорошо, что если есть куда, а если он параллельно ищет, да, дом, то понятно, что ему тоже нужно время для того, чтобы найти себе жилье. Правда? Кроме того, мы же подготавливаем все документы агентства, да, то есть вы приезжаете просто свою загорючку вставите, да, роспись, отдаете денежки, получаете ключи, а вся остальная ответственность лежит на агентстве. Нам нужно проверить документы, готовы ли они к продаже, сделано ли межевание, допустим, да, там, все ли собственники присутствуют, или кто-то на заработках далеко за тысячи километров, да, надо доверенность оформлять и так далее. Поэтому, друзья, пожалуйста, чуть пораньше обращайтесь, чтобы мы могли все подготовить. Для тех, кто хочет продать свой дом, еще раз говорю, друзья, да, вы видите, вот этот дом, да, кажется, как будто тяжело продать. На самом деле, друзья, этот дом, подобные дома продаются, продаются, находятся люди, которые, вот, ну, не сильно много денег, и они готовы купить домовладение, доложить усилия и денежку и сделать себе уютное жилище. Вот, поэтому, поверьте, неважно, город это, либо сельский населенный пункт, аудитория канала Николая Сомсикова, это вся территория России, вся территория, это не просто Труновский район, это не просто Ставропольский край, вся территория России. У нас есть клиенты из Дальнего Востока, Сибирь, Мурманская, Архангельская область, Москва, Питер и так далее. То есть люди, которые там уже вышли на пенсии, ну, вот я, например, имею в виду сибиряки, сибиряне, у них у многих такая, ну, ранняя пенсия, 40-45 лет, и эти люди их не беспокоят абсолютно, там, есть ли работа в поселке, хотя, вот я сказал, да, два колхоза и так далее, то есть большой участок, можно на себя работать, там, теплицу поставить, саженцы выращивать и так далее, и так далее. Их не беспокоит вопрос работы, у них есть хорошая пенсия, им нужно вот в более благоприятных по отношению к их местности климату, да, пожить, сорвать свое яблочко покушать, отдохнуть, вот послушать птичек, послушать, и как это все здорово, да, вот, насладиться этим приятным свежим воздухом, чистым, без всяких заводов и тому подобное. Вот как-то так, друзья, немножечко рассказал вам, объяснил, так что не бойтесь, звоните нашим менеджерам, приедут наши операторы, мы подробно сделаем обзор вашего дома, выложим его на канале Николая Сомсикова, на других наших рекламных раскрученных площадках, это соцсети, одноклассники, ВКонтакте, ТикТок, Фейсбук, Инстаграм, страничка 5, Телеграм-каналов, друзья. На одном из них информация об этом доме выйдет даже раньше, чем выйдет этот ролик, вот как-то так. Так что переходите в описании, есть все ссылочки, подписывайтесь, получайте много полезной информации. Я же на этом буду с вами прощаться, спасибо, что досмотрели нас до конца, поддержите нас, пожалуйста, лайками, подписывайтесь на наш канал, всего вам доброго, всего самого-самого хорошего, до свидания.